приветствую вас на своем канале меня зовут лена предлагаю вашему вниманию посмотреть какой работы я буду вышивать летом думаю что не только летом и так видео о моей новой работе на моем новом проекте я буду вышивать набор золотой руно вот такую замечательную картину это девушка жемчужной сережкой по дизайну и сеновой индиры по мотивам худо картины художника вернера вы знаете что я вышла золотошвейку из музейной коллекции золотое руно очень нравится музейная коллекция нравится там несколько картин в том числе всегда привлекала вот эта картина чем она привлекала но наверное взглядом прежде всего этой девушки мне девочки посоветовали посмотреть фильм когда я сделала обзор этого набора я честно говоря раньше не видел этот фильм посмотрела не могу сказать что я стал каким-то впечатлением от этого фильма существуют разные версии кого же там вышел вернер одна версия что он вышивал все-таки свою дочку жемчужной сережкой другая версия вот которая фильме что это вышивка служанки и он дал ей жемчуг своей жены не знаю какая из них правильная я читала в интернете так честно говоря я не поняла но разницы нет картина мне это очень нравится я спрашивала у многих как же мне вышивать фон очень много коричневым цветом все зашивается много фона хотела вышивать полу крестом но все-таки девочки не посоветовали жевать крестом чтобы смотрела все единое как единое полотно и я решила вышивать действительно крестом и так сейчас я покажу что у меня получилось ну вот видите картинку моего набора да вот как и выглядит эта работа будет на значит размером 38 на 24 сантиметра используется 38 цветов мулине и работа будет из на четырех листах схема вернее схема на четырех листах четыре фрагмента я сейчас вышиваю четвертый фрагмент вот этот вот нижний фрагмент вышиваю я как-то всегда с того места начинаю вышивать то есть нижнего правого угла начинаю вышивать и я начинаю вышивать ее в июне когда вышивала я титанию у меня глаза уставали от лупы и я по вечеркам вечером садилась и вот не в глядя этого эта схема посмотрела вот на меня участок огромного так вышивается и я просто сидела механически зашивала ниточкой так я как говорится отдыхала так у меня было выше то пока я вышивала питание но вот совсем вот такой вот небольшой кусочек у меня где-то примерно было отшить так как мало времени я уделяла я где-то сяду может полчасика часочка там поковыряю чуть-чуть и песик и все так как основное время вышивала вышивки я уделяла титане а того сейчас лето я думаю многих рукодельниц кто живет в своем доме у них меньше времени на вышивку в том числе и у меня плюс еще я не вышла в отпуск я еще работаю и вот я честно говоря планировала что это будет процесс выходного дня такую подругу для своей золотошвейки буду вышивать я золотошвейку свою еще не оформляла так как у нас может быть багет разный получится так как один не будет нужного багета я вот хочу несколько картин выше и потом я оформлю и вот в парах моей золотошвейки идет я планировала что я буду вышивать но где-то по чуть-чуть но думаю только из вас к чистое воскресенье один день и все ну как-то у меня не получилось так я вышивала эту работу пять дней я начала вышивать и потом я не могла остановиться но очень нравится пять дней я вот вышла вот такой вот кусочек вот это вот вышивается коричек коричневым цветом а вот это вот вышивается но здесь практически все вышивается блендом но есть участки бленд из вот этого цвета коричневого и вот этого коричневого цвета то есть несколько все-таки кристика там моментов есть вот такого коричневого цвета не знаю насколько вам видно разница на камере или ничего не видно я вроде бы поставила напротив окошечка чтобы поярче было но все равно как-то у вас совсем все смотрит темно у нас его не платно к сожалению поэтому все что могло и вот вот этом месте вот идет граница цветов это вот начинается спинка у девушки на это вот идет фон и я очень конечно радовалась когда мы начались первые синие крестики они казались такими яркими такими красивыми такими долгожданными несмотря на то что мне нравится вышивать очень приятно но все-таки темные цвета естественно утомляют не вот вот это вот когда я начала вышивать платок вот это у девушки так хочется сказать золоташвейки очень с удовольствием я его вышивала естественно этими цветами ну вот за июнь я вышила вот такой планировала но вот совсем чуть-чуть наверно вышить но вот больше очень нравится вышивать не знаю я честно говоря думала что будет сложнее потому что ниточки модера нареканий много о них было я вот вышивала заточеку в одну ниточку там ну прям крестики супер-пупер идеальны в этой работе вышивка на 16 конве в две нити но могу сказать что ниточки прекрасно себя ведут мне очень нравится такие послушные крестики получается хороший ровно ложатся получаю огромнейшее удовольствие конечно же крыль ниточки золотой руно порезаны вы знаете что они ну короткие такие вот ниточки туда но вот когда я вышиваю вот например фон или здесь я знаю где большая зашивка под этим цветом я брала сразу две ниточки вместе и вышивала сразу двумя нитями точно не сворачивая петелькой но где небольшие какие участки как вот здесь попадались там естественно я брала одну нитку сворачивала петелечкой пополам и вышивала что в принципе тоже было удобно поэтому никаких нареканий к ниточкам нет вот таким образом организовала проект на маленьком своем станочке который делал мой муж сверху у меня выгиблена схема куда я планирую парковать иголочки пока ничего не попарковано потому что все цвета я использовала вот до конца рядышком вот такая вот корзинка который использовала для организации своей золотой швейки сейчас я ее использую также очень удобно и мне очень нравится ведь и сейчас я покажу ближе в свои крестики но вот ближе все что могу сфокусировать вот таким образом выглядит работа мне кажется вам видно вот теперь вот это вот часть да весь пинка идет и вот шар шарфик или платочек там это девушки идет очень нравится просто до того приятно вот вышивать и на этой конве и этими ниточками но я получаю огромное удовольствие все-таки набор золотой но наверно для меня на данный момент самый любимый набор и набор дивенчис но дивенчис там конечно канва ниточки не сказать что настолько приятно там здесь на что классные конечно дизайны но в этом наборе ну не знаю и дизайна сильного индира хорошо поработала этот я бегла отшивы и схема получается очень удобная ниточки канва здесь все совпало и очень нравится с огромным удовольствием вышиваю поэтому до следующих встреч кому интересно подписывайтесь смотрите я знаю что далеко не каждый будет вышивать такую работу из музейной коллекции не всем нравится поэтому я думаю много просмотров у меня не будет но я знаю что есть люди которым интересно которые просмотрят посмотрите то видео и они ждали тоже этого видео поэтому я для вас дорогие мои и снимаю и так на этом все спасибо за внимание всем всего доброго до новых встреч пока пока